Пресс-конференция 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 В связи с тем, что сейчас система образования претерпевает массу изменений, все школы находятся в стадии реорганизации, кто-то уже объединился, и руководить таким большим ученическим коллективом достаточно сложно. Но, тем не менее, мы все видим те счастливые лица детей, которые, несмотря ни на что, проводят свои заседания, коллективные, творческие, социально значимые дела не только в рамках одной школы, но и в рамках города Москвы. Итак, я думаю, что мы начнем с ребят. Здравствуйте. Все мы, конечно, волнуемся, я понимаю, но очень хорошо, что все мы здесь сегодня собрались. Я очень рад видеть тех, кто занимается тем же самым, что и я. Я руководитель одного из блоков. Блока у нас четыре в детском общественной организации, которая занимается, по мне, так абсолютно всем. Я очень рад, что именно мы, по сути, дети, подростки, можем заниматься всем этим. Мы можем участвовать как в гражданско-патриотических каких-то мероприятиях, мы можем куда-либо выезжать. У нас намного больше возможностей, и это меня радует. Когда-то было время, когда я учился в 7-8 классе, когда у нас был ученический совет, и единственное, что он, наверное, решал, это только то, что он приносил информацию на листочке о том, что происходит в школе, о том, что мы должны сделать. Но сейчас я очень благодарен тому, что у нас все как бы сформировалось, две школы объединились, и появилась наша благополучная детская организация, в которой я уже состою целый год. Я руководитель творческого блока, занимаюсь в основе делами всяких выступлений, различных мероприятий, таких театральных. И, в общем, пришли мы все сюда, естественно, чтобы развить мифы о том, что самоуправление не существует. Самоуправление детское существует, всегда существовало и будет существовать. Как минимум, самоуправление не только самих себя, но и того, что находится вокруг нас. Прежде чем менять что-то вокруг нас, нужно поменять что-то внутри себя. Спасибо и жду ваших вопросов. Добрый день, дорогие участники сегодняшней конференции. Я являюсь, как уже сказали, председателем Управляющего совета гимназии номер 1582. В Управляющем совете я работаю как заместитель председателя Управляющего совета с 2009 года. С прошлого года занимаю пост председателя Управляющего совета. Хочу отметить, что Управляющий совет гимназии, да и любого образовательного учреждения, это не только легитимный коллегиальный орган общественно-государственного управления, организации, но и та переговорная площадка, на которой все участники образовательного процесса высказывают свое мнение, выдвигают какие-то идеи по улучшению школьной жизни, по улучшению управления образовательным учреждением. И, безусловно, все участники образовательного процесса услышаны, и мнение их принимается в учет. В нашем Управляющем совете, в состав Управляющего совета входят представители всех ступеней, представители педагогической общественности, представители ученической общественности и родители. Очень приятно было слышать знакомыми имена и организации из работы с детским движением Москвы, видеть знакомые лица. Насчет ученического самоуправления, я могу сказать, что за последние два года уровень ученического самоуправления в нашей школе вырос очень сильно, и ученическое самоуправление проявляется как в участии ученического общества в Управляющем совете, как уже сказала Наталья Владимировна, а также в создании школьного совета, который отвечает за свободную от школьных занятий жизни учеников, также организация досуга и мероприятий. Также благодаря созданию школьного совета в жизни нашей школы появились такие понятия, как волонтерская деятельность, благотворительная деятельность. Поэтому я считаю, что ученическое самоуправление должно развиваться дальше, и жду Ваших дальнейших вопросов. Что бы мне хотелось сказать по поводу данного направления работы, данной деятельности? С Советами самоуправления Московский дом общественных организаций, будущий, будучи раньше, дом детских общественных организаций, знакомый мне по наслышке. Работаем мы со многими, знакомый со многими из руководителей и, собственно, и председателей детских советов самоуправления. Знаем, что это такое за структура, и радуем за то, что, чтобы, в принципе, повсеместно, в каждой школе необходимо создавать советы самоуправления. Это первый опыт создания общественной организации. Это очень важно, это необходимо для того, чтобы дети понимали, для чего и для каких целей они находятся в данном учреждении. Это как государство в государстве школа, правильно? Это первый опыт социализации, это первые какие-то достижения. И когда ребенок, являясь членом Совета самоуправления и работая в этом направлении, он, как вам сказать, он больше, даже обучение, скажем так, зависит от этого процесса, мне бы очень хотелось, чтобы это было обязательно в нашем Южном округе, чтобы в каждой, в каждой школе, вот просто не было бы такого, чтобы у нас не было бы детских советов самоуправления. Это необходимо. Это доказано многими общественными организациями, такими, как Ювент, представлено, руководителем которого является сам Сергей Иванович. Школандия. Школандия. Мазаева Елена Ивановна здесь находится. Со мной рядом сидит Карпова Евгения, который является членом детского совета, окружного детского совета при Московском доме общественных организаций. И если бы все остальные также принимали участие, также ярко участвовали в жизни нашего города, это был бы только плюс нашему округу. Ну, хочу сказать, что действительно ситуация, он сейчас, наконец-то, тоже разворачивается в пользу ученического самоуправления. Был период не очень такой хороший, можно так сказать, но сейчас все делается к тому, чтобы в любом центре образования была возможна сознанная ситуация организации ученического самоуправления. Я хочу сказать, что этому направлению сейчас уделяется большое внимание, и, наверное, здесь нельзя не отметить то, что уже в течение вот 2014 года уже дважды представители ученического самоуправления образовательных организаций города со всех округов по одному представителю дважды уже встречались с Исаком Иосифовичем Колиной именно по развитию направления ученического самоуправления образовательных организаций. Хотелось бы очень много рассказать и о том, что наши сейчас ребята вот в конкурсе городском участвуют, вожатые его команды, это представители образовательной организации 1179, вот сейчас представляют Южного округа. Много можно было бы рассказать, но самое главное, что действительно получается, что мы не можем сейчас сказать, что ученическое самоуправление — это не реальность, это реальность, она начинает, ну, так скажем, расправлять свои крылья, и я думаю, что мы очень многое сможем в этом направлении достичь вместе с ребятами, вместе с кураторами, вожатыми ученического самоуправления. Да, вы задавайте вопросы, пожалуйста, тем людям, которые только что доказали практически, что в их школе хорошо развито и активно функционирует ученическое самоуправление. Но каждый из нас внутри себя по-разному относится и по-разному оценивает ученическое самоуправление как таковое. Какие стороны школьной жизни затрагивает ученическое самоуправление? И к кому вы адресуете вопрос? Я могу долго рассказывать о том, какие стороны затрагивает ученическое самоуправление, но это будет только ученическое самоуправление в моей школе. У нас основных пять направлений — это шефская работа, это организация досуговой деятельности, спортивная работа, массовая информация. У нас, в принципе, так же, как и устроена структура, таким образом, как и структура государства. То есть у нас форма — это республика. Я думаю, что эти вопросы будут более актуальны именно представителям ученического самоуправления. Вы можете переадресовать? Еще кто-нибудь хочет ответить? На мой взгляд, это достаточно важно, что школьники имеют право участвовать в управляющем совете. Значит, наши участники управляющего совета, я имею в виду представители ученической общественности, как полноправленные члены управляющего совета являются на заседании управляющего совета, принимают участие в решении таких вопросов, которые касаются их непосредственно. Это очень важно. Ребята высказывают свое мнение по поводу графика консультаций, режима отдыха и труда, обсуждение пяти-шестидневной рабочей недели. Это касается все их напрямую. Поэтому это не самая заинтересованная сторона в этом процессе. Это важно, что мы можем слышать их мнение и принимать решения с учетом мнения самих школьников. Приведите мне только примеров, проектов, которые ваш актив сделал. Этих проектов очень много. Например, наша школа участвовала в презентации, можно увидеть в таком проекте, вышла на окружной уровень, как КВН. Также наша школа организует праздники внутришкольные. Так как я являюсь активисткой детского движения Москвы, идеи и мероприятия, которые были предложены на собраниях детского совета, например, наша школа принимала участие в акции «Мечты сбываются в Москве», которая проходила 6 декабря и будет 14 декабря проходить. Наша школа принимала активное участие в этой акции. Также из того, что сейчас может прийти в голову, это у нас в парке 30-летия Победы патронаж памятника детям-мужникам фашистских лагерей, тоже работа нашей школы. Мы организовывали и участвовали в этом мероприятии. Спасибо. Еще вопросы, пожалуйста. Как Вы думаете, есть ли смысл привлекать 4-е и 5-е классы? Я, наверное, расскажу с позиции нашей школы. Вот в нашей школе ученическое самоуправление, вот именно орган ученического самоуправления, включает в себя в том числе и 5-е классы. Деятельность такая ведется. Но в состав управляющего совета и решения, наиболее важных управленческих решений, мы, конечно, привлекаем только старшеклассников. В основном это 9-е и 10-е классы. В организацию школьной жизни привлекаются и 5-классники. Но я думаю, об этом может подробнее рассказать Карпова Евгения. Я курирую вопросом привлечения младших классов. Я зампредседателя школьного совета по молодежному движению. В молодежное движение входят все учреждения, входящие в организацию гимназии 15-82, такие как детские сады, наша начальная школа и учащиеся 5-х и 8-х классов. В этом году наш актив официально разделился на две части. Это школьный совет, в который входят ученики 8-10 классов, и молодежное движение, в которое входит вышеперечисленная мной организация. И, наверное, самое активное участие сейчас как раз принимает 5-й класс. Мы не только привлекаем их молодежным движением нашей школы, мы даже организовываем целые мероприятия. Опять же вернусь к ярмарке, благотворительной акции «Мечты избываются в Москве». Все поделки, которые были представлены нашей школой, ну, не все, наверное, процентов 80, это как раз 5-й класс нашей школы. Как именно донести информацию до всех учащихся школы? Именно привлечь учащихся. И как привлечь учащихся, тех, которые, допустим, не хотят быть лидерами, но могли бы поучаствовать в каком-то мероприятии? В нашей школе, наверное, раз в месяц перед каждым мероприятием собирается совет самоуправления. В этот совет входят мэры классов. Наш президент школы доносит до них нужную информацию, что нужно подготовить какое-то дело и рассказывает об этом мэрам. А мэры уже, в свою очередь, доносят это в классы. И люди в классе, которые хотят этим заниматься, сами проявляют инициативу и участвуют в... Хотелось бы добавить, да? Так вот, школьный совет, он очень активно участвует в досуговой жизни школы, в досуговых мероприятиях. И, значит, школьный совет, организовывая внешкольные такие досуговые мероприятия, вызывает интерес, когда дети приходят и видят, что вот это мероприятие, оно подготовлено такими же учениками, оно подготовлено и сделано усилиями таких же детей, старшеклассников или, может быть, даже с участием пятых классов. Им становится интересно. Они понимают, что они могут внести свой вклад. Кто-то понимает, что он может принять такое же участие. Им становится интересно. В принципе, школьное самоуправление должно быть построено на том, чтобы охватить интересы всех учащихся. Потому что лично у нас в школе проводятся разноплановые мероприятия, и, возможно, какие-то учащиеся... Не столь активны в одном, но после, вот берем тот же пример КВН, и уже упомянутые мной много раз, мечты сбываются. Кто-то нашел себя в КВН, кто-то нашел то русло, в которое можно вложить свои подделки. И мне кажется, что задача школьного самоуправления как раз найти эти движения и сделать мероприятия, которые будут интересны всем, и в которых разные люди захотят принимать участие. Спасибо. Спасибо. Еще вопросы. Можете, вот ко всем вам, у меня вопрос, с какими проблемами встречается актив? Проблемы, ну, как бы... Ну, как есть? Конечно, проблемы есть всегда, не всегда будут. Просто, естественно, всем не очень хочется о них говорить. А проблема, как раз вот, вытекающая из предыдущего вопроса о том, что не все что-то хотят делать. Банально даже не из-за того, что даже если человек хочет, ему может быть лень, ну, может, какой-то, не знаю, там, какие-то дела еще какие-то. И не всегда можно всех собрать, не всегда. Но нужно что-то делать, безусловно. Всегда приходится это делать. Часто приходится брать все на себя абсолютно, все. Все лидеры это знают, что человек, который лидер, он должен вообще пробежаться по всем, сделать все абсолютно, все везде собрать. Это тратит очень много сил, но тем не менее, самое главное, что это делает лидера еще сильнее. Делает его умнее, он начинает мыслить, соображать быстрее, и это превращает его в более социально адаптивного человека, что поможет ему в последствии жизни. То есть все проблемы, которые у нас встречаются, они нам только во благо, а не во вред. Как кто-то мог подумать. Спасибо. Лично у нас в Совете была проблема как раз с тем, что никто о нем ничего не знал. Школьный совет представлялся собой группкой семиклассников, шестиклассников, которые делают номера. И чисто была проблема с тем, чтобы осведомить всех о том, что сделал и собирается делать школьный совет. Я вот опять прошу прощения за возвращение к этому вопросу. Мы адаптировали школьный совет. У нашего школьного совета есть страничка ВКонтакте. Деятельность нашего школьного совета освещена на сайте гимназии. Также у нашего школьного совета есть инстаграм, в котором как итоги, так и афиши будущих мероприятий. Также мы встречались с такой проблемой, что когда мы начали организовывать школьное самоуправление, оказалось, что десятиклассники, даже девятиклассники сейчас не настолько инициативны, именно поэтому и возникло предложение создать детское движение, чтобы мы мотивировали детей еще, как сказали, с возраста, когда их можно замотивировать, когда их можно направить в правильное русло. Мы стали мотивировать пятиклассников, шестиклассников, и надеемся, что уже к моему выпуску будет актив намного больше, чем у нас сейчас в совете за счет как раз наших сейчас, можно сказать, воспитанников. Спасибо. Естественно, много лидеров. Зачем вот сказали, что как бы там два-три человека, а зачем в принципе больше? Лидер должен именно отвечать за то, что ему нравится и что он хочет делать. Тогда, безусловно, ему будет интересно это делать, и он будет этим заниматься. Мы не можем привлекать кучу людей и ставить их на лидерские позиции. Мы именно ищем тех, кому это интересно. И тогда, вот, например, как у нас это все устроено, четыре блока, четыре лидера. У него есть свой актив из четырех-пяти человек, двух-трех, смотря что, смотря в каком блоке, что нужно сделать. И в момент, когда нужно сделать какое-либо мероприятие или какое-либо действие, он проходит еще по своим людям. Правила, ну, например, шести рук, о том, что у любого человека в мире можно найти правилом шести рукопожатий. То есть, чисто теоретически, он пройдет по школе и найдет людей, которые будут заниматься тем же самым. Будут люди, которые соберут, те, которые дадут информацию о том, что нужно собрать людей, которые хотят этим заниматься. Найдут людей, которые захотят этим заниматься, и мы сделаем. Это намного удобнее и правильнее, чем иметь просто очень много суперактивных людей. Потому что будут работать только они, и все это превратится просто в кружок по интересам. Все говорят, что школьный актив, все в школу, в школу, но и школа заканчивается. Будет что-то как-то вот это давать, школьный актив, после школы, после школы, после школы. А выпускники есть? Нету? Давайте. Ответите. На самом деле, в процессе обучения собирается подготовить все грамоты. Активист ученического самоуправления. Он получает управленческие навыки. И в дальнейшем он может их развить. В дальнейшем они могут ему пригодиться. Это просто как один из факторов личностного роста и саморазвития. Спасибо. Даниил. Отмечу, что во время всех благодарительных акций мы знакомимся с удивительными, очень хорошими людьми, которые потом, впоследствии, могут нам чем-то помочь, дать какой-то важный совет и так далее, и тому подобное. В общем, серьезно. Ведь сейчас очень важно во время такого нахлынивания информации знать, что и где, откуда вытащить. Очень важно знать многих людей, очень важно знать, что они знают, и как к ним подходить, и как подходить к какой-либо деятельности. Просто если мы это делаем для грамот, ну, лично в моем понимании это немножко теряет смысл. Так же, как любая деятельность, у нас школьный совет, все, кто состоят в школьном совете, делают мероприятия, проекты для блага школы, для организации досуга учащихся, но никак не для грамот. Вот, ну, лично я, так как сейчас уже, наверное, в моем возрасте все задумываются о том, что будет дальше, лично я вижу себя, так как я представитель в окружном совете именно от школьного совета гимназии, я вижу продолжение после выпуска в школу, школа вожатых и дальше вожатая детского движения. Уже находясь в системе самоуправления, в системе детского движения Москвы, он уже социализируется, как правильно сказала Даниил, он уже живет, как говорится, полной жизнью, он встречается с массой людей интереснейших, которые его могут заинтересовать еще чем-то, каким-то направлением другим, и таким образом он уже живет, а не просто учится. Чем раньше ребенок начинает работать в этом направлении, тем ответственнее он становится, он становится ответственным во всех направлениях, для этого ему не нужно обязательно вырасти и быть руководителем, он будет ответственным родителем, ответственным гражданином за себя и за людей, которые его окружают. Какие у вас цели на данный момент? Цель закончить школу, затем поступить в институт, но в самой школе цель это улучшить свою школу, точно так же завлечь как можно больше детей в общественную жизнь, потому что это очень интересно, это развивает ребенка во всем аспектам нашей жизни. Можно сегодня завершать нашу пресс-конференцию. Я сегодня узнал, на самом деле, не так уж мало, но серьезно много, это очень радует. Мы должны делиться, мы должны в принципе даже работать вместе. Спасибо вам. Это важно, это нужно. Более того, сегодня приглашены разные стороны, разные участники, и каждый осветил эту проблему со своей стороны. Эти подобные пресс-конференции полезны как для участников и активистов школьного самоуправления сейчас. Допустим, я присоединяюсь к Данилу, я узнала очень много нового, и очень много я бы переняла для своей гимназии. А так, мне кажется, и для привлечения еще незанятых людей к ученическому самоуправлению. Анна Сергеевна. С одной стороны, очень порадовало то, что я вижу знакомые лица, которые я вижу всегда, везде, на всех мероприятиях. И, ну, огорчило, естественно, то, что мало новых людей, которые, ну, ведь в округе очень большое количество школ. И получается, что те, кто здесь, это самые активные. Получается, что есть еще над чем работать и строить систему самоуправления в других образовательных учреждениях. Я думаю, что сегодняшняя пресс-конференция часть того, о чем вы говорите. Она и призвана привлечь других, потому что я посмотрела здесь активно, вам задавали вопросы из школы 5, 5, 6, из школы 937. То есть есть лица, заинтересованные в том, чтобы действительно тоже показать себя, выступить. Сегодня были вы. Сегодня были вы. Уважаемые друзья, впереди у нас, если я сказала, будет облако у нас в Южном округе? Будет, конечно. Будет облако в Южном округе, будет облако по ученическому самоуправлению.